Ситуация на востоке Украины накаляется. Количество обстрелов со стороны боевиков выросло до полусотни за сутки. Два украинских солдата ранены. Особенно напряженная обстановка, сообщает в штабе АТО, на Донецком направлении. Во время вражеских минометных обстрелов снова были повреждены линии электропередач в районе Авдеевки. Продолжит Ирина Баглай. На рубежах подъясненоваты вокруг позиций украинских военных уже привычный пейзаж. Изувеченные осколками деревья. А солдаты собирают снова хвостовики от разорвавшихся мин боевиков. Восьмидесятка. И вот сто двадцатый. Совсем пару дней назад, после праздников, прилетело. Перемирие-перемирие, но войну никто не отменял. Относительно затишья на пасхальные праздники переросло в хаотичные вражеские обстрелы из крупного калибра. Причем стрельбу боевики ведут и днем. Вчера работала БМП-2 по националному пункту. Из бойницы на посту Андрея в Селеписке видны и окраины Донецка. И ближайшие окопы наемников до них рукой подать. Левише еще одна. Окопы нормально нарыли. За перемирие, только перемирие сразу начинают речь. Они в открытом ходили на полный рост. Без бронников, без касок. Не раз украинские десантники замечали, как рить траншеи и окопы на передний край боевики отправляли и людей в гражданской одежде. Опасаясь, что это могут быть заложники, нашим бойцам давали строгий приказ не стрелять. Мы не знаем, если это место, в которых заставили, или это может быть, не дай Бог, полонение. То есть мы очень аккуратно к этому относимся, на расстоянии битвы в огонь, потому что мы не знаем, кто это. Вопреки договоренностям, уже ближе к вечеру боевики снова открыли огонь. За прошедшую после праздников неделю количество обстрелов боевиков возросло в четыре раза. Ирина Баглая, Андрей Костюк и Виктор Еотко из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.